Всем привет! Это Марк Скрипка, и я продолжаю коллабить с Гришей Шаболовым. Это наша вторая встреча и, надеюсь, не последняя. Говорим о его стихах, переводах, большой любви группе The Doors. У меня в гостях самый лучший переводчик текстов — Джима Моррисона. Переводы поэзии Джима Моррисона «Что с ними не так?» Во-первых, скажем, с самого начала, что вот этот вот подзаголовок «Что с ними не так?» Он достаточно такой кликбейтный, громкий. Если мы уже будем говорить по существу вопроса, переводили-то Джима Моррисона много, но всегда это были подстрочники хорошего уровня, либо это были средние подстрочники, либо это было нечто совершенно провальное. Собственно, художественных переводов поэзии Джима Моррисона — не текстов песен, именно его поэзии. Никто и не делал до меня. Хотя, к чести некоторых авторов переводов, тех ребят, которые делали подстрочники, они упоминали, что было бы здорово, что когда-нибудь бы нашелся человек, который сделал бы не подстрочники, а сделал бы полноценные художественные переводы. Ну и, собственно, вот этот человек нашелся с этим человеком. Ты сейчас и разговариваешь. Да, продолжай чего. Такая мысль о полноценных художественных переводах у меня была очень давно, еще с конца 90-х годов, с тех времен, когда я стал слушать Дорс, когда я столкнулся именно с поэзией Джима Моррисона. Кто-то из моих... но это были не сокурсники, кто-то из ребят, которые учились со мной в одном институте, мне подкинуло книжку, а эта книжка была билингва. Можно было увидеть переводы в этой книге, можно было увидеть оригиналы текстов. Тогда, поскольку я изучал язык, посмотрев на оригиналы и потом взглянув на переводы, которые были представлены в этой книге, уже тогда меня посетила мысль, черт возьми, можно было сделать и получше. Мне было лет 18, тогда мне казалось, что мой уровень знания, во-первых, языка, недостаточен. Тогда еще я сам только-только начал писать свои собственные стихи, тогда только-только начался мой путь в поэзии. У меня не было на тот момент дерзновения. Мне казалось, что мой собственный уровень как поэта еще недостаточно для того, чтобы взяться за эти переводы. Тем не менее, мысль о том, что нужны действительно художественные переводы его поэзии, меня все эти годы так и не оставляла. Когда я обрел свой собственный поэтический голос, можно так сказать, набрал мышечную массу в этом деле, тогда я уже посчитал, что вот теперь можно дерзнуть и взяться за это серьезно. Ну и, собственно, с этого все и началось. Да, отлично. Вот мы в первом интервью как раз об этом с тобой и говорили. О наборе мышечной массы она у тебя уже достаточно и давно набрана. Нам нужно более подробно, наверное, окунуться в эти особенности твоих переводов Моррисона. Вот расскажи о них. Это художественные переводы. Если мы говорим о поэтической форме, о поэтическом размере, который был в стихах у Джима, у него была гибридная форма, авторская, которую он сам выработал. У него встречаются вещи, где я вижу рифму. Причем, я бы сказал, достаточно такую неискушенную, не тщательно проработанную, может быть, даже где-то примитивную. Тем не менее, даже примитивно, владея рифмой, вся соль его поэтики в том, что, несмотря на то, когда он, если прибегал к рифме, и эта рифма была достаточно примитивна, ее искупало само содержание, я бы сказал, мощную, первобытную энергию, которая была заключена в образах, в его искренности, предельной откровенности. То есть это тот случай, когда мы можем встретить в поэзии достаточно примитивную рифму, но вышеозначенные вещи, которые я сейчас назвал, они искупают вот эту чисто техническую примитивность и нисколько не портят. Я понимаю, о чем ты говоришь. Все-таки глубина и содержание намного важнее, чем примитивная рифма. Понимаешь, мы как можем в русскоязычной поэзии встретить, скажем. Есть поэты, которые одни другим могут пенять, ну а что у тебя тут все время от глагольной рифма? Это же тоже достаточно такой примитивный ход. Да. Самый расхожий пример, который может быть понятен даже людям весьма далеким от поэзии. Розы-морозы. Да-да, Любовь-морковь. А надо попробовать сделать так Розы-морозы, чтобы это было как земфира, понимаешь? Марк, я так думаю, что это все вполне осуществимо. Можно сделать так Розы-морозы и Любовь-морковь сделать это так здорово, что нисколько примитивность этих технических приемов не будет портить впечатление ни читателям, ни слушателям. Конечно, главное, чтобы это было кстати. Да, главное, чтобы это было кстати, главное, чтобы это было искренне. Вот как я считаю, возможно, я не знаю, многие ли слушатели поймут то, о чем я сейчас скажу. Но для меня всякое творчество, во многом и поэзия, но это можно вообще отнести к любой сфере искусства. Это своего рода такой стриптиз соло, достаточно с неясным исходом. Если элемент искренности, откровенности не присутствует в творчестве, возникает вообще вопрос, а зачем тогда этим заниматься? Да, в свое время был в этой среде, вот буквально в среде стриптиза. Тоже хорошая среда, если говорить о стриптизе, то вот у нас сегодня главная тема – это поэзия Джима Моррисона и вообще Джим Моррисон как таковой. Он вообще был любитель посещать стриптиз-бара. Он понимал, что это за труд, знал все темные стороны этого бизнеса. Как раз ты к вопросу подошел. Расскажи, как публичный и социальный имидж этого исполнителя, поэта, сослужил ему плохую службу? Что касается Джима Моррисона, не только как поэта, а вообще как фронтмана группы The Doors, как публичной личности. Сколько вообще легенд ходит о его выходках, о его проблемах с законом, многочисленных пьяных кутежах. Что касается переводов его поэзии и тех людей, которые занимались этим до меня, я ни в коем случае не хочу кинуть камень в огород этих людей. Но я думаю, что вот этот его, если современным языком можно сказать, этот его медиаобраз сослужил ему плохую службу именно в том, что его тексты эти люди перевозили тоже через призму вот этого восприятия, его образа. Буяна, который ходил по краю, поэтому я обратил внимание, что ладно бы это были только подстрочники того или иного уровня. В переводах я для себя еще заметил такую вещь, что по сути эти подстрочники представляют собой некий такой наркоманский или алкогольный поток сознания. С местами очень яркими или даже невероятными образами, но там не присутствует никакой цельности. Ну, в принципе, такая достаточно наглядная картина измененного состояния сознания данного человека. Но я, видя подлинники, понимал, что на самом деле это не так. Это уже интересно. И во многих произведениях Джима сложно найти линейное повествование, да, привычное всем нам. Но мы же знаем, что есть в искусстве так называемое нелинейное повествование. Сейчас мы нелинейное повествование можем наблюдать даже, ну, вот как яркий пример, это кинематограф. Даже в голливудском кинематографе один из ярких примеров нелинейного повествования. Кристофер Нолан, пример. Интерстеллар. Можно, в принципе, взять любой фильм Кристофера Нолана, и там нелинейное повествование. Там есть так называемые джамп-каты, как бы прыжки по сюжету. А если мы будем погружаться в биографический контекст его жизни, это тоже достаточно общеизвестный факт, что Джим получал образование по классу кинорежиссура. И на тот момент, если мы возьмем как раз начало, середину 60-х годов, то тогда в кинематографе появилась по-настоящему свежая струя. То, что сейчас все люди, интересующиеся кинематографом, знают под названием «Новой волны». Французский кинематограф. Жан-Люк Гадар. Трюфо. Если мы будем смотреть фильмы Жана-Люка Гадара, ну где мы там найдем линейное повествование? Там связь выстраивается совершенно по другим лекалам. Потому что связи в произведении можно выстраивать не только линейно, по сюжету, но через некую, допустим, ассоциативную или эмоциональную связь. Да и, в принципе, вся наша современная жизнь, если мы возьмем свой день, вот наглядная иллюстрация нелинейного повествования. Потому что всегда ли мы находимся в настоящем времени? Иногда вдруг среди дня мы погружаемся в какие-то воспоминания. А эти воспоминания нас ссылают к событиям прошлых дней. И вот она, настоящая ткань жизни. Я думаю во многом, что если брать кинематограф, то это и было адекватным ответом на стремительно меняющуюся жизнь. Я думаю, не случайно Гадар и другие режиссеры именно стали так снимать свое кино. И для меня стало откровением, когда я стал уже плотно заниматься переводами, что, собственно, у него очень многие стихи выстроены именно по кинематографическим лекалам, но кинематографическим лекалам новой волны. Можно сказать просто, что у него нелинейные стихи? В одном стихотворении может выстроиться связь по какому-то ассоциативному ряду. В другом стихотворении по эмоциональному какому-то ряду. В третьем стихотворении по образному ряду. Но это не какой-то просто зафиксированный наркоманский или алкогольный такой фрагментарный рваный поток сознания, как это обычно бывает. Ну я не совсем понимаю. Мы как раз сейчас заговорили с тобой о потоке сознания. И как пример, чтобы не быть голословным, я как раз прочту перевод. Его стихотворение называется «Долгий поворот». И будет понятнее как раз то, о чем я говорю. Дороги протяженный поворот спускаются к бульвару Лорел Каньон. Несется угрожающе стремительно видавшие виды спорткар. В парковке пара ангелов смеясь проходят мимо. Склон холма. На нем гостиница ютится. Во дворике ведут беседы. Номер, коврик у двери и девушка. Я лишь хочу в возможности живое быть и жить, работать. У стойки регистрируется молодежь. Намереваешься устроить сцену? Как днем? Нет. Не уверена. Ощущение прикосновения пальцев. Сзади, с трудом. Но вынуждающих за тем же пробуждающих волнение до грезы. Воистину космической, парящей и плывущей сквозь пространство. Существ, иных сменяющих друг друга. Лик женский или девичий. Является сменяемой. Сменяющейся новой девой времен грядущих. До невозможности прекрасной в ее естественной и эротичной позе. Пепельной блондинкой. Улыбающейся, мудрой. Следовать за чувством или предугадывать ее улыбку. Опасность. Угроза повстречаться. Избежать. Любима ты, любима. Дружелюбные, насмешливые голоса. Старинная подружка входит в студию. Всем говорит привет. Внимания не обращаю. Глаза прикрыты. Невразумительные ахи-охи женские заполоняют воздух. Несносная. Какую мысль они во мне рождают? Щепотка безразличия или самообмана. Поэту могут быть необходимы, чтобы выжить. Так, давай вопрос задам. Давай. Что у тебя случилось новенького? Поделись с аудиторией. Я, поскольку занимался переводами, у меня всегда было понимание. Ну и не только понимание, а такое теоретическое. Действительно, это еще и в сети отслеживал. Чтобы иметь некий настоящий социальный срез. Существует ли на это запрос или нет. Запрос на его поэзию. Я понял, что он существует. И где-то как раз вот таки вот около полугода назад. Может чуть меньше. Я в очередной раз. Мы сейчас будем вести речь о сети ВКонтакте. Я начинаю ленту сообществ пробивать тематическую именно по Дорс. Это для меня уже был далеко не первый эпизод. Я как поклонник еще и музыки Дорс. Это делал периодически. Но столько раз был разочарован, натыкаясь на многочисленные паблики по Дорс. Смотрел и понимал, ну ребята, это не серьезно. Ну что это за контент-то вообще? Очень часто я испытывал такое чувство, которое у нас с некоторых пор называется испанский стыд. Существует даже более модное слово кринж. Но одна иконка мне постоянно попадалась. Но представь себе эту ситуацию. Ты эту ленту сообществами мотаешь. Ты уже зашел в 20 сообществ. Везде ты поймал этот момент испанского стыда. И в какой-то момент у меня просто уже было понимание, что мне хочется поделиться своими переводами с аудиторией. В том числе с аудиторией поклонников группы The Doors. В очередной раз мне попадается иконка этого паблика. Пабликов ВК с таким названием. Большой вагон и маленькая тележка. Я, наверное, несколько лет мимо этой иконки ходил. Захожу и первый раз я вижу хорошо сделанный паблик. Я понимаю, что я не испытываю никакого даже намека ни на кринж, ни на испанский стыд. Я вижу, что действительно его ведет человек, который, во-первых, много знает о Doors. Во-вторых, это действительно невероятно качественный контент. У меня возникает такая мысль. Я уже до этого пытался как-то расширить свой ареал обитания. Как раз, если мы говорим о переводах Моррисона. Нашел сначала белорусский паблик, где было там тысячу. С небольшим подписчиков предложил свои переводы администратору паблика. И Ольга Морозова зовут. Ей понравилось. Она была под впечатлением. Стала публиковать. В этом паблике белорусском было там тысячу подписчиков. Тут я смотрю уже там 44 тысячи. И я понимаю, что это самый большой паблик ВК Подорс. И что он как минимум 15 лет присутствует в этом пространстве. И что это действительно паблик с очень качественным контентом, который ведет один человек. Евгений Грузевич. И, видимо, на тот момент я настолько уже поверил в свои переводы, что, если образно говорить, Женя просто с ноги постучался в дверь. И я сразу без предисловия. Здравствуйте. Я перевожу Моррисона. И у меня самые крутые переводы Джима Моррисона. Давайте сотрудничать. Ну, как сегодня говорят, давайте коллабить. Видимо, уверовав в свои переводы. Но что Женя мне сказал, ну, у меня сейчас прям времени нет. Но я посмотрю. Через некоторое время он, посмотрев мои переводы, тоже был под очень сильным впечатлением. Но, собственно, вот так мы и начали сотрудничать. На сегодняшний момент вообще подружились. А Женя еще, кроме того, что он ведет паблик по этой группе, он занимается переводом мемуаристики англоязычной по DORS. И делает это очень хорошо. Еще это все издает. Сейчас в процессе перевода находится книга Рея Манзарака. Это клавишник DORS. Но не покойный. И я помогаю Жене как редактор, как корректор. И уже в этой книге, когда она будет издана, отрывки из стихов Моррисона будут именно в моих переводах. Следующим номером Женя предложил уже издать мои переводы Джима Моррисона. Книгой. Ну да, это хорошо. Хорошо было. Ну вот такие новости за полгода. Хорошие новости. Получилось именно, знаешь, как тут по неволе вспоминается, что стучащим удовлетворят, ищущий да обрящат. Со своими музыкантами ты что-то планируешь замутить, общаешься? Мы сейчас работаем над вторым альбомом своим. Пока все в процессе. Если возвращаться к стихам Джима, то вряд ли я буду делать альбом на его стихи. Хотя у меня есть мысль не с музыкой это совместить, а просто сделать хорошую студийную запись, просто начитать эти переводы и в таком формате это все издать. Запустить это все в сеть, сделать просто качественную студийную запись. Камерные читки моих переводов Джима Моррисона, которые, собственно, я сам и буду читать. Надо сделать обязательно. О чем еще мы с тобой поговорим? Как там ангара? Сейчас у нас лето. Последние пару дней распогодилось, а так было больше похоже на какую-то затянувшуюся весну. Было пасмурно, дождливо, и, наконец, последние два дня это действительно похоже на летнюю погоду. Сейчас прочту что-нибудь из Джима. Как раз говорили тут о поэзии. Ну, сейчас поймешь, о чем я. Если пишущий пишет, а пашущий сеет, тогда чудеса всевозможные, сообщая одно за другим, являются миром, случаются, если дети накормлены, если время их плача, полночью было, земля нуждается в них, в кротких псах на снегу, их весна приютила, в то время, как солнце вино сотворяет, и кровь угрожающе пляшет по вену или в лозе виноградной. Так, еще будем читать. Стихотворение называется «Посредники». Вот говорили про рифму, она не везде у него присутствует, но вот здесь присутствует. Удалось сделать это на качественно ином уровне не потому, что я такой суперспец в языке. Наверное, у меня есть сильная сторона, которой просто по факту не было у других переводчиков. Я просто сам поэт. Чем больше ты работаешь со словом, тем на более глубинном уровне ты начинаешь его чувствовать. Но я всегда придерживался такого мнения, что не переводчик должен переводить стихи другого поэта, а поэт должен переводить стихи другого поэта. Я имею в виду на другой язык. Он еще должен быть и поэтом, не только переводчиком. Да, да, да. Если в прозе как бы не обязательно быть творцом, то... Ну, хотя я думаю, что и в прозе тоже лучше побыть еще. Если даже мы переводим какую-нибудь художественную англоязычную прозу, то все-таки лучше будет, если ее будет переводить не только человек, хорошо знающий язык. Перейдем от разговоров к делу. Я прочитаю стихотворение «Посредники». Сияли точно битое стекло, алмазы, улицы полночной, и мокрыми доверху стены были, их белые глаза лоснились и светили. Затем явился гном издалека, и махнолапый ангел промелькнул. Бульвар же был, как полноводная река, затрепетала в ожидании толпа. В мотеле, сидя со стаканом виски, я тому дивился. Ее дыхание было легким, вечер теплым был, и кто-то в комнате родился. Мы как раз говорили сегодня о проблематике его имиджа. Ну, и многие считают, что Джим был такой прям завзятый наркоман. Была и травка, были и психоделики, было и ЛСД. Но он достаточно быстро это все оставил. Пришел, ну, если можно так сказать, в кавычках классики, алкоголь. И как раз следующее стихотворение, которое я прочитаю, как раз отношение творческого человека с зеленым змеем. Зачем я пью, чтобы стихи писать? Порой, когда в запой срываюсь, а непотребство все на нет исходит, в спячку погружаясь, происходит пробуждение. И остается только то, в чем правды суть. Пока плоть разрушается, дух набирает силу. Я ведаю, что я творю, прости мне, отче, это. Хочу услышать стих последний, последнего поэта. Такое впечатление, что прям зарифмованное хорошо стихотворение. У Джима вообще есть такая штука, в некоторых вещах у него это встречается. Если мы говорим о форме, читаешь его оригинал, особенно это становится ощутимым, явственным, когда ты читаешь это вслух. У него строфа выстроена, там присутствует скорее такая ритмика, которая тяготеет к белому стиху. А белый стих, в нем нет рифма, но всегда присутствует ритмическая музыкальная основа. У него настолько вот эта музыкальная ритмическая сторона изящно выстроена, что если внимательно посмотреть и внимательно слушать, то рифма-то нет. И в помине. Но это сделано настолько изощренно с точки зрения ритмики и музыкальности, что у тебя возникает полная иллюзия, что рифма там присутствует. Хотя на самом деле ее там нет. И вот это интересный момент. Но это вне зависимости от стихов Джима. Я и сам работаю в этом направлении. Ты так выстраиваешь стих, что слушателям кажется, что там рифма есть. То, о чем мы говорили, что, ну не знаю, один из важных и важнейших элементов в поэзии это магия. Да, без нее никуда не деться. С той поэзии, которая в переводике издается, да, скажем, от каких-нибудь именно уже там союзов. Я заметил такую странную вещь, что как раз таки с их точки зрения, не с точки зрения публики, да, а с их точки зрения почему-то считается, что это некое дурновкусие писать ярко, писать трансгрессивно. И что вообще странное такое понимание, что поэзия не должна ничего описывать, не должна создавать образов каких-то зримых у слушателей и читателей в голове. Она должна рассказывать, она должна разговаривать. Ты думаешь, странно, ребята, зачем тогда вообще этим заниматься? Публицистика гораздо лучше все расскажет. Понимаешь, журналистика лучше тогда все расскажет. Поэт пишет, как пишет, вот он пишет и все. Ну, то, о чем Блад Шалович Акуджава говорил, каждый пишет, как он дышит, вот в этом пишущем сообществе как-то это подзабыли. Даже подзабыли Александра Сергеевича Пушкина, который «Наше все», который говорил, что я сейчас слово, конечно, не вспомню, только донесу смысл всего, что если мы судим произведение автора, нет никакого смысла судить его за мировоззрение, за его именно авторский язык. Если мы критикуем автора, то мы критикуем его только за то, как технически это сделано. Мы только в этой ипостаси рассматриваем произведение, смотрим, насколько это хорошо выполнено. Выполнил ли автор свою творческую задачу? Я встречаю поэзию поэтов, причем известных поэтов. Я понимаю, что мировоззренчески я от них далек. Это все не мое, но тем не менее я могу оценить, что это настоящая стихия, это действительно хорошо или безупречно сделано. Даже если это мне не близко. Даже если я с этим автором абсолютно не согласен. И тут есть одно стихотворение, где есть даже образ самого Джима на сцене. И причем это очень все тоже хорошо сделано. Стихотворение небольшое называется «Это мой лес». Это мой лес, море кабелей, это своростовое мое пламя, эти деревья, люди, инженеры и племя фермеров в их выходной воскресной боги-режиссеры. Камеры на кранах операторских кентаврами скользящие с бесшумной живой грацией ко мне паяцу, что взметнулся в огромном оке солнца. Великая угроза там в бедра изгибе перст мстящий бог. Что ты можешь пожелать переводчикам стихов? Это будет даже не пожелание, некий мой, в кавычках, конечно, потому что я вообще терпеть не могу советовать, но тут хочется посоветовать. Да уж, посоветуй. Кроме уровня знания языка, нужно еще уметь погружаться в контекст того времени, в котором автор писал. При всей парадоксальности поэзии Джима Моррисона, у него там и время, в котором он жил, достаточно хорошо отражается. Выкладываться на 100-200%. Это была программа «Фигура Речи», провел ее Марк Скрипка. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграмм Прога ФР. До новых встреч!